Друзья, всем привет! С вами вновь компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Добро пожаловать на очередную серию наших обзоров на тему, на что обращать внимание при выборе того или иного поддержанного автомобиля. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советую вам подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересной информации и обзоров автомобиля не только в формате тест-драйва, но и снизу с подъемника, каждый из которых может оказаться полезен именно вам. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора это автомобиль, европейский автомобиль, который может похвастаться, пожалуй, самым огромным багажником в классе и необычным кузовом формата лифтбэк. Встречайте, Skoda Octavia, 2010 год. Итак, наш сегодняшний пациент это Skoda Octavia, 2010 года выпуска. Skoda Octavia в кузове А5 выпускалась с 2004 по 2013 годы, автомобиль пережил рестайлинг, вариантов кузова предлагалось два, это лифтбэк, либо универсал. Гамма моторов была очень и очень обширная, туда входили и дизеля, которые очень редко встречаются на просторах Российской Федерации. Также, если распечатывать весь перечень силовых установок, которые когда-либо на ней стояли со всеми их модификациями сообразно годам выпуска, то этот список можно будет свернуть в такой достаточно плотный рулон. Поэтому в данном обзоре мы будем говорить о нашем конкретном автомобиле с мотором 1,6 литра, обычным распределенным впрыском, мощностью 102 лошадиные силы. В начале обзора, естественно, нужно пробежаться по кузову автомобиля, в переносном, конечно, смысле. Что можно сказать по качеству окраса и стойкости Octavia к коррозии? Что касается окраса, когда вы будете выбирать Octavia, если для этого вы будете использовать толщиномер, у вас вряд ли сработает традиционный подход, когда мы берем за основу, скажем, 120-140 микрон, промеряем, все, что выбивается за пределы, уже начинаем подозревать во вторичном окрасе. Здесь этот подход не работает. Встречаются Octavia, окрашенные как в 120-140 микрон полностью все в круг, так и машины, окрашенные в 200-250. Причем на этих толстокрашенных автомобилях могут также не крутиться болты, то есть автомобиль не подвергался окрасу, тем не менее слой очень и очень толстый. Это абсолютно не зависит от того, где эта Octavia была собрана. С 2007 года лифтбеки собирались в Калуге, а универсалы импортировались из Чехии. Поэтому при осмотре Octavia с толщиномером советуем поступить следующим образом. Вы проверяете все кузовные элементы автомобиля и далее смотрите, встречаете минимальное и максимальное значение. Если на каком-то элементе значение окраса явно выбивается из такового по всему остальному автомобилю, ну, значит, скорее всего, вот этот элемент и надо изучить пристальнее. Так что, условно говоря, норма толщины ЛКП для Octavia может быть и 250, и 280 микрон. Окрашены они бывают очень толстым. Однако, даже толстый слой краски на Octavia не спасает автомобиль от повышенного, скажем, сколообразования. А сколы на этих машинах необходимо своевременно подлечивать, как только они образовались. В отличие от всех прочих автомобилей, сколы не то что начинают рыжать, но этот скол имеет тенденцию разрастаться. То есть с Octavia бывает прямо отслаивается пятачками краска. Чаще всего такое явление можно увидеть на порогах, которые, естественно, больше прочих элементов кузова страдают от контакта с земной поверхностью, бордюрами, поребриками и просто камнями. Но в защиту Skoda следует сказать, что сколы и даже открытые оголенные участки металла, если и начинают рыжать, то коррозия это носит характер поверхностный. То есть прогнивший до дыр Octavia, да, возможно, встречается, но на нашем, скажем так, опыте именно дырявых Octavia мы пока не наблюдали. Места, на которые следует обращать особое внимание при осмотре, это, естественно, колесные арки и пороги. Здесь у Octavia все как у всех. Также при осмотре поддержанного экземпляра Octavia, особенно если вы смотрите дорестайлинговую машину выпуска, скажем, до 2008 года, обязательно при осмотре и при последующем тест-драйве проверьте такие мелочи, как задний стеклоочиститель, если он на машине установлен, работают ли подогревы зеркал из заднего стекла, исправно ли функционирует аудиосистема и не издает ли каких-либо посторонних звуков мотора-топителя. На дорестайлинговых машинах, которые были еще относительно сыроваты по конструкции, встречались проблемы по вот этим самым мелочам. На рестайлинге с этим все намного лучше, но, тем не менее, когда вы покупаете автомобиль, проверьте, чтобы все, что есть в машине, у вас функционировало исправно. Итак, переходим к разговорам о силовых установках Octavia. В разные годы сюда устанавливалось большое количество двигателей. Здесь был и мотор малообъемный 1,4, мощностью около 80 лошадиных сил в атмосферном исполнении на самых бедных комплектациях. Сюда устанавливались и турбомоторы объемом 1,4 литра, 122 лошадиные силы, объемом 1,8 литра, 152 лошадиные силы. Был двухлитровый двигатель на спортивной версии Octavia RS, который выдавал под 200 лошадиных сил. Турбомоторы очень хорошо тюнятся, забегая вперед, но для рядового обывателя такие двигатели к покупке на вторичном рынке я бы не рекомендовал. Особенно учитывая тот факт, что, например, с двигателями 1,4 на этих машинах в основной своей массе уживалась достаточно сырая на момент своего появления коробка маркировкой DQ200, которая представляла собой 7-ступенчатый DSG, и данную коробку компания Skoda довела до ума где-то уже под занавес выпуска этого автомобиля. То есть, если вы смотрите машину 1,4 Turbo на DSG, старайтесь купить экземпляр, ну, скажем, 2013, хотя бы 2012 года, когда на машину наконец-то попала более или менее доработанная версия этой коробки, способная выходить, ну, хотя бы 100-120 тысяч километров до ремонта мехатроника и замены сцепления. Моторы 1,8 с турбонаддувом также в основном агрегатировались либо с механической трансмиссией, либо с DSG. На части машин была также автоматическая коробка, эйсинг-гидромеханический автомат, который сочетался с мотором 1,8 Turbo, но на момент подготовки к выпуску данного ролика таких автомобилей на всем дроме я в продаже не обнаружил. Поэтому, если вы хотите себе Octavia именно для каждодневной гражданской эксплуатации, то рекомендую остановить свой выбор на атмосферном моторе объемом 1,6 литра. Но здесь есть один нюанс. Такой двигатель на дорестайлинговых Octavia до 2008 года мог идти в варианте с прямым впрыском с ТНВД, носил маркировку FSI. Соответственно, от покупки такого мотора в поезженном состоянии тоже лучше воздержаться. Наш 1,6 на автомобиле рестайлинговом 2010 года носит маркировку BSE. Это четырехцилиндровый рядный двигатель, уже с алюминиевым блоком цилиндров, достаточно простой по конструкции. Мотор этот восьмиклапанный, здесь один верхний распредвал, привод ГРМ здесь выполнен ремнем. Ремень этот подлежит замене по разным данным в пробегах около 90 тысяч километров, но моя рекомендация этот интервал сократить и менять ремень ГРМ раз в 60 тысяч километров пробега. Почему? Поскольку при его обрыве на данном двигателе клапана гнет. По регламенту вместе с заменой ремня также лучше производить и замену насоса системы охлаждения, то есть помпы. Помпа живет примерно тот же самый срок службы, то есть в районе 60-70 тысяч километров пробега. Если говорить о каких-то характерных болячках и неисправностях для данного мотора, то на самом деле здесь их будет немного и они достаточно просто решаемы. Также периодически, как и замена ремня ГРМ, то есть в промежутках где-то от 70 до 100 тысяч километров пробега, вы, возможно, будете менять и модуль зажигания, катушку зажигания, можно сказать. Она здесь одна, от нее отходит 4 высоковольтных провода непосредственно уже на свечи. Катушка эта находится за корпусом воздушного насоса, соответственно, в принципе, в относительно легком доступе. Буквально три болта открутить, отодвинуть насос и вот она перед глазами. Проблема с катушкой заключается либо в нарушении целостности ее корпуса, что происходит как раз-таки где-то раз там в 100-130 тысяч пробега может появиться трещина банально. То есть если двигатель у вас начинает троить и вести себя непонятно в сырую погоду, а в сухую все нормально, осмотрите корпус катушки, либо загерметизируйте его, либо замените. Также на катушке могут окисляться контакты, соответственно, если вы демонтировали катушку, сдернули провода и видите, что контакты окислены, ну, соответственно, также поменяйте катушку, провода и так далее. То есть здесь, в принципе, каких-то особых заморочек нет. Все эти операции можно выполнить и самостоятельно. Потому что катушки и провода, особенно в дублевом варианте, не такие уж и дорогие. Вторая неприятность, с которой может столкнуться владелец Octavia с данным мотором, это плавающие холостые обороты. И связана она бывает, как правило, со впускным коллектором. Впускной коллектор здесь выполнен из пластика, соответственно, со временем и на больших пробегах могут появляться трещины, нарушается его герметичность, появляется подсос воздуха. Это и как раз и приводит к плавающим оборотам. Поэтому, прежде чем бросаться промывать топливную систему и заниматься форсунками, обратите внимание как раз-таки на то, чтобы у вас не подсасывало воздух в обход предусмотренного конструкции маршрута. Что касается ресурса и замены свечей зажигания на данном моторе, тут все стандартно. 1050 это край, 50-60 тысяч до замены тех самых свечей. Но, опять же, это все расходники. Также стоит сказать, что все остальные болячки, которые могут быть присущи данным моторам, они уже связаны непосредственно с возрастом. То есть, где-то может подтекать масло по прокладкам клапанных крышек, сальники, ну, как и на любом другом двигателе, в принципе. Что касается расхода масла на угар, в исправном состоянии данный двигатель 1.6 Atma к расходу масла, в принципе, не склонен. Интервал его замены от рекомендуемых производителям 10-15 лучше сократить до 7,5-8 тысяч. В отличие от своих турбо-собратьев 1.4-1.8, где расход масла в литр на тысячу, это фактически норма, особенно если они еще ездят на старой, немодернизированной поршневой группе. Ну, в данном случае 1.6 атмосферник этой проблемы лишен. Расход масла, если он появляется, будет на данных моторах обусловлен как раз-таки старением маслосъемных колпачков, ну, либо уже маслосъемных калечек, как и на любом другом японском, европейском, российском моторе. Также данный двигатель БСЕ имеет гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Регулировать зазоры вручную не придется, но при больших пробегах, если предыдущий владелец не злоупотреблял частая смена масла, гидрокомпенсаторы могут начать постукивать. Что касается коробок передач на Октавии, то здесь выбор был достаточно большой. Тут могло устанавливаться две механические трансмиссии, пяти- и шестиступенчатая. Шестиступка шла на старших моторах. С пятиступкой, которая установлена в данном случае на моторе 1.6 атмосферник, особых проблем нет. Опять же, при соблюдении некой разумности эксплуатации, то есть помните о том, что Октавия это не гоночный болид, на больших пробегах случались выходы из строя подшипников валов на этих механических коробках передач. Поэтому, если на тест-драйве вы слышите какой-то лишний подозрительный трансмиссионный гул от покупки такого автомобиля, конечно, лучше воздержаться. Также на Октавию устанавливались классические гидромеханические автоматы фирмы Эйсин. Шли они на моторы 1.6 атмосфера, как в нашем случае, и в таком сочетании каких-либо проблем с ними владельцы не испытывают. Ну и часть машин с 1.8 турбо также могла оснащаться Эйсиновским классическим автоматом. На таких автомобилях коробка передач иногда страдает от перегрева. Соответственно, если вам посчастливилось такой автомобиль найти, и коробка у вас еще работает адекватно, есть рекомендация озаботиться дополнительным охлаждением для нее. Больше каких-либо вопросов по классическим автоматам на Октавии нет. Что касается роботизированных коробок DSG, здесь их было две разновидности. DQ200, которая ставилась на моторы 1.4 турбо, как уже было сказано, такой автомобиль можно покупать только если машина выпущена после 2012 года, и только при условии, что предыдущий владелец вот-вот только что поставил новые компоненты, и вы знаете, что вы на этой коробке проедете свои там 100 тысяч километров пробега. Как говорится, на ваш век хватит. Старший DQ250, который агрегатировался с мощными двигателями, в принципе, ведет себя намного лучше, но это также коробка роботизированная. Соответственно, перед тем, как решиться на покупку такого автомобиля, изучите опыт других владельцев, посмотрите финансовую составляющую. Если такой автомобиль вас устраивает с точки зрения возможных расходов, берите. Старшие турбированные моторы на DSG очень интересно едут, но в содержании и ремонте такие сочетания, конечно, дороже. Итак, переходим к осмотру Skoda Octavia A5 на подъемнике. Каких-либо характерных только для этого автомобиля и только для этого мотора мест, откуда может давить масло, здесь нет. То есть здесь, как на любом другом автомобиле, посмотрите, чтобы не было масляных подтеков по мотору, по коробке, непосредственно по ходовой части. В том, что касается рулевой рейки, рейка на Octavia не есть особо проблемный узел. Каких-либо головников, связанных с ней, типичных для этого автомобиля, не присутствует. Что же касается подвески, то здесь есть свои особенности. Причем, если вы смотрите себе Octavia, лучше выбирать вариант рестайлинговый. Почему? Потому что компания Skoda в данном случае проделывала большую работу над ошибками, значительно увеличив срок службы компонентов подвески на рестайлинговых машинах по сравнению с дорестайлом. То есть на рестайлинговой машине срок службы компонентов в среднем будет порядка 100-120 тысяч километров пробега. Примерно столько у вас отходят сайлент-блоки на передних рычагах. Причем, в первую очередь, здесь сдаются задние сайлент-блоки. Связанный с ними интересный момент сводится к тому, что при замене лучше отказаться от того, чтобы взять родной сайлент-блок и поставить сюда сайлент-блоки от Audi A3. Разница между ними в том, что на третий сайлент-блок выполнен сплошным. Соответственно, резины здесь больше, он жестче и он крепче. Ходят они намного-намного дольше. Далее, на Octavia у нас применены отдельно заменяемые шаровые опоры, срок службы которых также в районе 100 тысяч километров пробега. Про рулевые тяги на конечнике говорить нечего. Это расходник, который напрямую зависит от того, в каких условиях вы автомобиль эксплуатируете. Что касается вопросов, связанных с ресурсом стабилизатора поперечной устойчивости, его компонентов, на дорестайлинговых машинах он был довольно слабенький. 30-40 тысяч километров служили стойки стаба. На рестайле ситуацию поправили. Стойки стабилизатора теперь ходят порядка 50 тысяч километров пробега. Но у стабилизатора Octavia есть одна особенность. Вы не поменяете отдельно втулки этого самого стабилизатора. Меняется он в сборе. Но это, если говорить про оригинальные запчасти и про замысел конструкторов. Если поднять опыт владельцев автомобилей в этом кузове, то можно увидеть, что втулки стабилизатора вполне себе подходят и перепрессовываются сюда и втулки эти от Ford Focus 3. К тому же пробегу порядка 100 тысяч километров подходят к замене и ступичные подшипники. На Octavia ступичный подшипник меняется только в сборе со ступицей. Это касается и передних, и задних ступичных узлов. Также при осмотре автомобиля на подъемнике обратите внимание на целостность пыльников-шрусов. Особенно, если смотрите автомобиль с гидромеханическим автоматом. Что касается задней подвески Skoda Octavia. Здесь у нас подвеска многорычажная. Соответственно, на рестайлинговой машине, где подвеска усилена и доработана, первыми к пробегу 120-150 тысяч километров подъедут к замене сайлин-блоки маленьких рычагов поперечных, ну и следом уже основные. Также одна интересная особенность на Octavia по части задней подвески заключается в том, что бывают случаи, когда просаживаются и лопаются задние пружины, причем происходит это чаще всего на автомобилях, которые имеют опцию усиленная ходовая часть. Почему так происходит, непонятно. Ну, видимо, какой-то конструктивный просчет. Так что при осмотре автомобиля обратите внимание на целостность и состояние задних пружин. Что же касается обобщенного, скажем, ресурса службы компонентов подвески и вообще автомобиля, из собственного опыта у меня была возможность наблюдать Octavia 2013 года выпуска с атмосферником 1.6 механической коробкой. Автомобиль этот работал в такси и за два с копейками года накатал порядка 260 тысяч километров пробега. За этот срок, ну, помимо, естественно, своевременной замены масла на автомобиле, несколько раз поменяли ремень ГРМ и помпу. Также на машине два раза в круг поменяли амортизаторы. Ну, и по большому счету каких-либо проблем машина не доставляла. Масло на пробеге 260 тысяч этот двигатель, тот конкретный, еще не употреблял. И все системы автомобиля работали исправно. Поэтому срок службы данного автомобиля, можно сказать, будет очень сильно зависеть от своевременности и регулярности обслуживания его новым владельцем. Итак, какие выводы можно подвести под все вышеизложенное? Что мы имеем в активе по данной модели автомобиля? Если мы говорим про Octavio с мотором 1.6 на 102 лошади атмосферным и механической, либо автоматической коробкой передач, то в активе здесь у нас будут неплохая надежность, ресурсный двигатель, способный выходить под 400 тысяч километров пробега, а иногда даже более. Относительно крепкая подвеска по меркам легковых автомобилей. Также огромный багажник, самый огромный в классе 560 литров на лифтбеке. И просто беспредельные цифры, если мы говорим о кузове универсал со сложными сидениями. Также Octavia имеет комфортную подвеску, комфортнее, чем у многих своих одноклассников. Ну и если говорить про содержание данного автомобиля, то на эти машины, на рынке представлено большое количество неоригинальных запчастей, многие из которых очень и очень неплохого качества и стоят достаточно недорого. Поэтому, если Octavia вам нравится как автомобиль, и вы готовы смириться с несколько слабенькой динамикой атмосферника 1.6 литра, то такой автомобиль вы можете покупать себе не раздумывая, противопоказаний к его приобретению нет. Единственное, что при покупке Octavia, конечно, смотреть ее стоит с открытыми глазами и тщательно подойти к выбору экземпляра. Чем меньше на ней будет пробега, тем, конечно, будет лучше. Смотрите только, чтобы этот пробег был подтвержденный. Ну вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам полезен, интересен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть чем поделиться по опыту эксплуатации Skoda Octavia, неважно, со знаком плюс или минус, указывайте эту информацию в комментариях. Людям, которые выбирают себе автомобиль, данная информация может оказаться полезна. Спасибо вам за внимание, спасибо, что смотрели. До новых встреч, пока!